Страх потерять работу Страх потерять работу – распространенная фобия среди современных жителей мегаполиса. Люди зачастую боятся лишиться даже нелюбимой работы, потому что не хотят носить клеймо безработного. А еще для многих все эти нутные походы по собеседованиям и презентация самого себя – это настоящая пытка. Но есть страны, где временным дунеядцам быть совершенно не страшно. Государство платит достойное пособие, которое позволяет поддерживать качество жизни на время поиска. Только надо понимать, что нужно продолжать искать работу, потому что долго бездельничать и жить на деньги налогоплательщиков не получится. Государство дает временную поддержку, чтобы в итоге обеспечить своего гражданина работой. А сейчас расскажу, каково быть временным бездельником в разных странах, что нужно, чтобы получить пособие и как долго можно продолжать искать заветную вакансию. США. В России особенно любят щеголять историями про богатых безработных в Америке. Ведь пособия у них в разы больше, чем среднестатистическая зарплата в России. Да, ежемесячные выплаты действительно могут достигать 2700 долларов. Но для этого нужно соблюсти все условия и собрать целую кипу документов. Справок и выписок, которые подтвердят нетрудоспособность. Гражданин США может рассчитывать на пособие в размере 49% от доходов за последние месяцы в случае, если он проработал на прошлом месте от 6 до 12 месяцев. Работал при полной занятости. Состоял в штате. Трудовые договоры и контракты не рассматриваются. Потерял работу, потому что был уволен по инициативе работодателя. Причиной увольнения стало сокращение рабочих мест, а не нарушение рабочего режима или невыполнение должностных обязанностей. Государство отводит до 6,5 месяцев на поиск работы. Обычно это максимальный срок, в течение которого выплачиваются пособия. Франция. Особенность пособия по безработице во Франции в том, что оно доступно не только гражданам, но и иммигрантам, которые имеют вид на жительство. Правда, получить пособия могут только те жители страны, которые последние 6 месяцев на предыдущем месте выплачивали социальные взносы в фонд по безработице. Составляет этот взнос 6,5%, из которых 2,5% вносит наниматель, а 4% должен вносить сам работник. Еще одно важное условие. Увольнение должно произойти по инициативе работодателя. Но бывают и исключения. Например, может рассматриваться увольнение по собственному желанию, которое связано со сменой места жительства по семейным обстоятельствам. Размер выплат составит 57,5% от среднего дохода за последние месяцы. Максимальный период получения поддержки 2 года, а максимальный размер пособия может достигать 6161 евро в месяц. Конечно, такой размер субсидий доступен не всем. В основном люди получают порядка 1000-1500 евро в месяц. Но участники программы имеют возможность устроиться на временную работу на неполный день без потери пособия. Голландия. Особенность этой страны в том, что пособия по безработице выплачиваются здесь каждый день. Максимум можно получить 145 евро, а выплаты будут производиться сроком от 3 месяцев до 3 лет. Рассчитывается ежедневная оплата, исходя из размера последних заработков. 75% в первые 2 месяца, затем 70%. По сути, можно прожить 3 года в поисках работы, пока размеренно и стабильно получаешь карманные расходы на каждый день. Япония. Чтобы получить пособие в Японии, нужно соблюсти несколько условий. Поработать на последнем рабочем месте не менее 6 месяцев. На момент подачи заявления учитываются последние 2 года жизни. Период занятости обязательно должен быть застрахован, а взносы должны выплачиваться работодателям на протяжении 12 месяцев. Сумма пособия в Японии составляет 50 или 80% от предыдущей заработной платы, а период выплат варьируется от 90 до 150 дней. Россия. В России государство выплачивает 75% от средней зарплаты, а максимальная величина пособия составляет 4900 рублей. Первый год с момента постановки на учет государство выплачивает безработному пособие в процентах от зарплаты, а затем приостанавливает выплаты на 6 месяцев. Если человек так и не найдет работу через полтора года, то ему продолжат выплачивать минимальное пособие, а именно 850 рублей в месяц. На этом все, друзья. Если это видео вам понравилось, поделитесь им с другом и поставьте палец вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok